Достигай Израиль и весь мир Шалом, дорогие, да благословит вас Бог, Баруха Шем, благословенно имя Господа. Вначале я хотел бы поблагодарить наших партнеров, благодаря которым мы выходим в эфир. Дорогая, сегодня мы поговорим о политкорректности. Мы живем в эру, когда политкорректность стала настоящей, не побоюсь этого слова, религией. Это контролирует образ жизни людей, и всю их речь. Они ограничены тем, что считается приемлемым в обществе, а страх мешает многим из них провозглашать то, что говорит Писание. Что ты думаешь об этом, моя дорогая, о политкорректности? Да, ты прав. Многие люди говорят мне, у меня все в порядке, потому что я живу так, как от меня требует общество. Но нам нужно проснуться и понять, что является истиной, и как все это выглядит в глазах Бога. А не просто плыть по течению за нормами общества, за тем, что политкорректно. Мы должны знать Бога. Мы должны стоять в истине и жить в свободе, которая приходит от этого. Это очень и очень важно. Господь очень ценит это. Так что будем жить в свободе. Люди настолько сконцентрировались на своем интеллекте и на всем том, что они слышат вокруг, что забыли то, что они знают глубоко внутри. Сегодня я брошу вам вызов следовать за Иисусом, даже если это означает идти против политкорректности. Шалом вам! Барухаше, не знаю, правильно ли это иметь любимое Евангелие, но мое любимое Евангелие — это Евангелие от Иоанна. Нравится оно мне за духовные тайны, которые открывает нам Иоанн. Это же четвертый сезон программы серии «Тайны из Евангелия от Иоанна». А вы можете пересмотреть предыдущие выпуски. Мы разбираем каждую главу этого Евангелия и выделяем некоторые стихи, которые мне хочется прокомментировать. Сегодня мы продолжим с того места, где мы остановились на прошлой неделе. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Продолжаем с 31 стиха. Трава сохнет, цветы вянут, но Слово Божие пребывает вовеки. Послушайте Слово Божие. Вам нужно услышать его. Это слова Иоанна Крестителя об Иисусе. Приходящий свыше и есть выше всех. А сущий от земли, земной и есть. И говорит, как сущий от земли, приходящий с небес, есть выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует. И никто не принимает свидетельства его. Иисус тоже сказал о себе нечто подобное. Он сказал, «Вы от нижних, а я от вышних». И Ишуа пришел из совершенно другой среды. Та среда настолько выше земли, что Писание говорит, что его мысли не наши мысли, а его пути не наши пути. А тут сказано, поскольку мы из разных миров, мы не принимаем его свидетельства. Иисус сказал, «Я пришел во имя Отца Моего, и вы не принимаете Меня, а если иной придет во имя Своё, его примете». Почему люди отвергают слово Иисуса, Его откровения, но принимают слово кого-то другого? Потому что люди без духовного откровения, которое является даром от Отца, не могут слышать Слов Бога, потому что они сверхъестественные и не из этого мира. Поэтому Иоанн говорит, «Он свыше, и никто не принимает Его слов». Сегодня, как никогда, люди на Западе отрекаются от исключительности Иисуса. И Ишуа сказал, «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Но для современного западного мира эти слова не имеют смысла. Как это Бог может не пускать хороших, по нашему мнению, людей на небо? Мы видим людей, которые относятся к нам хорошо и даже участвуют в благотворительности и помогают другим людям, но они не принимают Иисуса как своего Мессию. И мы думаем, «Бог же не отправит их в ад, не так ли?» Но Иисус сказал, «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И Иисус говорил свыше, «А мы здесь, на земле, говорим снизу». Вспомните пророка Исаию. Он был одним из самых праведных людей на земле. Уверен, по сравнению с другими людьми, он был в более выигрышном положении. Но что случилось, когда он встретился с Господом? При встрече с Господом Исаия упал на свое лицо и запричитал, «Горе мне, я нечистый человек и живу среди нечистых людей». Все потому, что он получил откровение свыше, а не сравнивал себя с другими людьми на земле и не искал себе оправданий. И у меня к вам есть вопрос. А вы готовы принимать откровение свыше и жить в соответствии со Словом Божьим? Или же вы думаете, «То, что я читаю в Писании, больше не имеет смысла в современном мире, и поэтому отвергаете Слово Божие, полагаясь на земные знания». Если мы хотим войти в вечную жизнь, то нам нужно прийти в согласие со Словом свыше, даже если это кажется нам бессмысленным, а особенно если это кажется нам неполиткорректным. сегодня очень многие люди, а особенно среди молодежи, не согласуют свою жизнь со Словом Божьим, потому что это будет неполиткорректно. А поскольку слова Иисуса не были политкорректными, то многие из нас, чтобы не переживать отверженности за соответствие Слову Божьему, вообще надо понимать, что Слово Божие не политкорректно, и чтобы не страдать от отверженности и не носить терновый венец, как Иешуа, мы вместо этого идем на компромисс и отказываемся отстаивать его ценности и принципы. И сегодня я хотел бы бросить вам вызов. Иисус сказал, «А найду ли я веру на земле, когда вернусь снова?» И нам с вами придется сделать выбор. В Библии сказано, что в последнее время многие отойдут от веры, сердца людей охладеют, и они начнут становиться такими, как этот мир, а не такими, как говорит Слово Божие. Вы выбираете стоять за Иисуса и за откровения свыше, или же вы станете жертвой обмана и последуете за этой культурой. Вы выбираете политкорректность и отделение от Бога за неприятие Его Слова. Давайте пойдем далее. Посмотрим, что пишет Иоанн. «Приходящий свыше, есть выше всех, а существующий от земли и земное есть» и говорит, как «существующий от земли». «Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельства Его». Будете ли вы одним из тех, кто все же примут Его свидетельство и будут стоять на слове, или же вы прогнетесь под культуру, и вас унесет в сторону демоническая сила политкорректности, и вы станете ее случайной жертвой, отделенной от Бога. Это очень и очень важно. 36-й стих говорит нам следующее. Это слова самого Иисуса. «Верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Давайте разберем эти слова, но для начала прочитаем их еще раз. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». И это снова весьма конкретное заявление. Здесь сказано, «А если вы поверите в Сына и будете слушаться Его, то у вас будет вечная жизнь, а если нет, то вы не увидите этой жизни». Если вы выступаете за это утверждение, то тем самым вы выбираете очень узкий путь, потому что вы говорите о том, что пройдут не все, и что единственный путь к вечной жизни — это верить в Сына и слушаться лишь только Его. Ведь так говорит нам Писание. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни». Однако сегодня сказать, что единственный вход в жизнь с Богом в жизнь вечную единственный способ познать Бога только через Его Сына означает, что вы не поддерживаете популярное мнение. Сегодня Церковь переживает сильное демоническое давление, и отовсюду слышат. Люди могут приходить к Богу любыми путями. И кто вы такие, чтобы говорить, что ваш путь единственно правильный? Но Церковь сегодня очень сильно давит культура и силы врага, и люди Божии начинают отступать. Они боятся выступать за то, что Иисус — это единственный путь к Богу. Но давайте посмотрим на это еще раз. «Я хочу, чтобы до вас все же наконец-то дошло. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Какие есть варианты — либо верить в Сына и иметь жизнь вечную, либо не верить в Сына. И в этом случае мы не увидим вечную жизнь. Но говоря так, вы соглашаетесь с Писанием, которое утверждает, что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. «И немногие находят их». Дорогие мои, мы с вами свидетели Иисуса на земле. Это означает, что мы не можем говорить людям «С Иисусом вам будет хорошо». Но если вы хотите выбрать какой-то другой путь, то это тоже не страшно. Или «Мне Иисус подошел, но я понимаю, что Он не может подходить всем. Быть свидетелем не значит быть только любящим человеком, но при этом не бросать вызов окружающим, открывая им слова Иисуса. Быть свидетелем значит представлять Иешуа на земле, тем, кто находится в вашем окружении, а также нести Его и Его Слово, чтобы у людей была возможность принять или отвергнуть Его. Если мы будем представлять Иисуса как доброго парня, который может спасти некоторых, но при этом говорить, что у других религий есть свои подобные спасители, то это будет неправдой. Ведь Иисус сказал, «Если люди не поверят в то, что Я — это Он, то есть Бог, то они умрут без Бога». Именно поэтому мы должны нести этому миру слова Иисуса. Иисус сказал о Себе Самом, «Вы от нижних, а Я — от Вышних». Ведь Иешуа пришел к нам из совершенно другой среды. Та среда настолько выше земли, что Писание говорит, что Его мысли — это не наши мысли, а Его пути — не наши пути. Поскольку мы из разных миров, мы не принимаем Его свидетельство, а вам нужно принять Его, дорогие. Иисус любит вас. Это действительно так. Он сделает для вас то же, что и когда-то для меня. Он дал мне надежду, смысл и новое будущее. Дорогая, вы что-то чувствуете? Ты чувствуешь, что так? Да, да. Если вы чувствуете сейчас что-то внутри, то вы ощущаете Бога. Я русская еврейка. Если честно, не знаю, как это объяснить. Я что-то почувствовала и начала плакать. Это было очень эмоционально. Я почувствовала это сердцем. Вот, молодая девушка, можешь придти сюда на секундочку? Приди сюда, да. Эта девушка уверовала в Иешуа в прошлом году, когда я проповедовал, как и сейчас. Ну, год назад я, ну, переживала присутствие Господа, присутствие, ну, ну, любовь. А ощущение, ну, вдохновение. Я очень-очень люблю Господа. И хочу, чтобы в моей душе и сердце был только Он. Без Него я просто не представляю своей жизни. И просто... Не хочу я без Него ничего. Сам Иешуа сказал, «Я пришел в мир не для того, чтобы осудить мир, а для того, чтобы спасти его. Друзья мои, мир находится под грузом греха. Если бы Бог не послал в мир Иешуа, то каждый человек на земле со времен Адама и Евы и до наших дней был бы навсегда отделен от Бога. Иисус пришел не судить мир, а спасти этот мир». Вот почему здесь Он говорит, «Если поверите в Меня и будете слушаться Меня, то войдете в вечную жизнь. А если нет, то продолжите идти по той траектории, по которой движется весь мир со времен Адама и Евы». Это означает вечное отделение от Бога и вечная тьма. Иисус пришел не судить мир, а спасти его. Его смерть на кресте — это единственный путь. как грехи человечества могут быть прощены и смыты раз и навсегда. Если Иисус забрал наш грех, то мы становимся безгрешными перед Богом, и благодаря этому мы можем вернуться в наши отношения с Богом. Но мне кажется, что я слышу сейчас голос Бога в моем духе, и Он говорит гордость. «А это означает, что сейчас некоторые люди слушают Меня, и Мое послание цепляет вас. Вы чувствуете раздражение и гнев. Бог показывает, что в вашей жизни есть гордость. А вы почему-то решили, что вы выше Иисуса, выше самой религии. И вы сами можете решать, что правильно, а что нет. И как именно Бог может принимать людей на небо. Вы ставите себя выше Бога. И когда я говорю о единственном пути к Богу, это вас задевает. Но на самом деле это гордость. Либо Иисус тот, кем его называет Писанием, либо нет. Иисус говорит о том, что Он единственный путь к Богу. А Его смерть на кресте, Его кровь, пролитая за все человечество, это единственная дверь, воспользовавшись которой люди могут лишиться своих грехов и стать непорочными. А если я прав, и Иешуа является единственным путем к Отцу и единственным способом, как люди могут избавиться от своих грехов, то единственно правильная реакция для нас с вами это смириться, оставить всякую гордость и сказать Господи, прости меня пожалуйста. Я верю, что Иисус это Твой Сын и Мессия. Я верю, что Он умер на кресте за мои грехи. Прости меня за мою гордость и за мой бунт. Я признаю, что это был Дух Антихриста, противостоявший Твоему откровению и Самому Иисусу. Поэтому Отец, я смиряюсь перед Тобою и принимаю Твой дар, Твоего единородного Сына. Спасибо за прощение и за вечную жизнь. А мы продолжим, дорогие друзья. Перейдем к четвертой главе Евангелия от Иоанна. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковым, сыну своему Иосифом. Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, и Иисус говорит ей, дай мне пицц, ибо ученики его отлучились в город купить пищу, женщина самаринская говорит ему, как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня самаринки, ибо иудеи с самаринами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пицц, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его? А Иисус сказал ей в ответ, всякие пьющие воду сию, вас жаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждаться вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Иисус делает здесь просто невероятное и фантастическое заявление. Когда мы полны его духа, духа вечной жизни, внутри нас начинает бурлить новая и вечная жизнь, и она удовлетворяет все наши самые глубокие желания, настолько, что мы больше не чувствуем жажду. Речь идет об удовлетворении человеческих желаний. Окунаясь в его дух, мы чувствуем такое удовлетворение от присутствия отца, что восполняются наши самые глубокие человеческие желания. Нам не хочется думать о том, какую машину купить, или какой дом выбрать, или на ком жениться. Эти вещи нас больше не волнуют, потому что все наши желания будут удовлетворены в Боге, в Хошеме. Не знаю, как вас, но меня это очень сильно мотивирует. Я верю в это. Я верю в существование сверхъестественной реальности, где есть все ответы для моей человеческой души. И чем больше я наполняюсь Божьим Духом, о котором Ишуа говорил той женщине, тем довольнее я становлюсь. У меня появляется больше мира и покоя. Я перестаю переживать о восполнении своих нужд, потому что знаю, что их восполняет Бог. Я могу, как Иисус, фокусироваться на нуждах других людей и служить им. Перед тем, как идти на крест, Иисус смыл ноги Своим ученикам. Писание говорит, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел и к Богу отходит, взяв полотенцем, припоясался и помыл ученикам ноги. Так к чему же это я? Он был удовлетворен, Он знал, что у Него есть все, и Господь желает сделать это и для нас с вами. Но прежде мы должны хотеть живой воды искать Царство Божьего. Только в этом случае мы закончим свою жизнь с полным удовлетворением, будучи благословением для всех окружающих. Дорогие мои, мы с вами свидетели Иисуса на земле. А это означает, что мы не можем говорить людям «С Иисусом вам будет хорошо». Но если вы хотите выбрать какой-то другой путь, то это тоже не страшно. Все пути вообще ведут к Богу. Это не так. С вами был Равин Шнайдер. Я люблю вас. Увидимся через неделю. Завершим передачу благословения. В шестой главе книги чисел Бог Отец сказал Моисею и Аарону «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца». Субтитры Леха ве асем леха шалом. Пусть Бог Отец Яхве, Бог Израиля благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом своим на вас и будет милостив к вам. Да обратит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. В следующий раз вы узнаете о том, как держаться за Господа даже в самых трудных ситуациях. Не пропустите программу «Узнавая еврейского Иисуса». Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, который вы видите на экране, и помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Возлюбленные, я молюсь о том, чтобы Бог-Отец продолжил и дальше использовать меня в качестве клинка Его Слова, которое живо и действенно острее меча обоюда острова. Оно приходит к нам в силе Духа Святого через Мессию Иисуса. Чтобы этот процесс происходил, я должен находиться под Его властью. А когда мы находимся под Ним, это влияет на наши мысли, наши отношения, наши слова, на все в нашей жизни, включая использование наших финансов. Я предлагаю вам отдать свои финансы Богу. Мы не можем войти в полноту Его присутствия, не отдав себя Ему во всех сферах своей жизни. Если Господь благословляет вас через это служение, и вы ощущаете призыв сделать пожертвования, тогда возлюбленные. Я прошу вас, будьте послушны. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800 37 7835 или отправьте смс. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои смс-сообщения вы можете присылать нам на номер 453 7 на земле на земле многие из нас верны Господу финансов. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин еврейский верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.